Мы сегодня, с одной стороны, Международный день театра, с другой стороны, ну как бы рядом с нами совершенно чудовищная катастрофа и кошмар, который произошел в Кемерово в воскресенье. Поэтому я надеюсь, вы нас поймете. Мы сегодня с вами общаемся, рассказываем все о проекте, но материалы начнем выкладывать и публиковать с пятницы, когда закончится траур, потому что мы считаем неправильным. Ну вот на фоне того, что переживают сейчас ваши регионы, да и страна в целом. Говорить об этом. Поэтому это вот такая вот организационная часть. А так у нас с вами спокойно совершенно будет возможность. Если у вас, что называется, в процессе обдумывания, подготовки материалов возникнут вопросы, присылайте, пожалуйста, коллегам в полюс Красноярска, они нам все передадут, мы на все успеем ответить. Если надо, там что-то подзапишем, предоставим какие-то дополнительные материалы. Поэтому, что называется, рассказывать уже широкой общественностью о проекте будем, начиная с пятницы, с утра 30 марта. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Музей современного искусства. Поэтому в каком порядке мы начинаем? Коллеги, если можно, я сначала чуть-чуть, да, чуть-чуть обо всем, да. Ваши вопросы. Кто начнет? Да, с вашего позволения. Коллеги, для нас в этом году очень почетно. Дело в том, что полюс три года назад начал проект под названием «Полюс. Золотой сезон». Мы придумали делать конкурс среди театров тех регионов, где работает полюс, это Красноярский край, Иркутская, Магаданская область, Республика Саха и Якутия, проводить конкурс для театров и потом победителей этих конкурсов за счет нашего грантового фонда отправлять на тот или иной федеральный фестиваль. В 2016 году мы так и сделали, а в 2017 году мы подумали, что хорошо бы совместить приятное с полезным, и так как нам было важно, чтобы театры из наших регионов сумели поучаствовать в чем-то важном и таком для себя, наверное, нестандартном. И к тому моменту мы как раз познакомились с коллегами из международного фестиваля школы современное искусство «Территория», и коллеги нам предложили в качестве финала «Полюс. Золотой сезон» делать проект. Мы понимаем, насколько на самом деле большая ответственность и большая работа легла на плечи коллег из «Территории», потому что на самом деле провести, так у них обычно в октябре в Москве проходит двухнедельный фестиваль с очень широкой программой, а тут, что называется, взять лучшие наработки и вывести все целиком куда-то далеко, по просторам нашей необъятной Родины. Но тем не менее, в прошлом году мы рискнули и провели в качестве финала «Полюс. Золотой сезон» фестиваль «Территория Магадан», то есть начали мы с дальних восточных форпостов нашей Родины. Коллеги из Московского музея современного искусства, давнишние партнеры территории, тоже рискнули для себя и сделали выставку «Театр «Территория свободы», посвященный Василию Шухаеву». Дело в том, что этот художник не по своей воле, но тем не менее 10 лет проработал в Магадане главным художником областного театра. И, наверное, именно это, как ни странно, этот театр его в свое время спас и как человека, и как художника, потому что потом, когда он вернулся, он уже продолжал работать, все-таки художник с мировым именем. И тем не менее, он сумел, что называется, пережить какую-то часть своей истории там. И мы поняли, что на самом деле это очень плодотворный формат. И в этом году, так как все наши конкурсы «Полюс, золотой сезон» мы всегда объявляем в Красноярске, мы поняли, что следующим регионом, где это должно быть, это должен быть регион, где у «Полюса» самая большая производственная площадка, а именно Олимпиадинский ГОК. Ну, фактически, там, скажем, «Полюс» начинается в Красноярске, как бы географически абсурдно это не звучало, но это именно так. Поэтому в этом году мы представляем не только «Полюс, золотой сезон» 2018, но и проект под названием «Территория Красноярск», который пройдет в Красноярске целую неделю с 10 по 16 сентября. Подробно о том, что будет в рамках проекта, Катерина сейчас расскажет, но вы должны понимать, что у нас помимо театральной и образовательной программы и художественной, как было, уже выставочной имеется в виду. Как было в Магадане, в Красноярске программа театральная фактически удвоится за счет малых форм и дневных спектаклей, за счет форм, которые являются, скажем так, на стыке жанров, на стыке театра, выставочного искусства, музейного, в совершенно новых пространствах. Поэтому, на самом деле, если в Магадане это у нас был такой первый экзотический опыт где-то очень далеко, то в Красноярске фактически пройдет полноценный фестиваль «Территория», московский, ну вот там буквально суженный всего лишь на несколько дней, так коллеги обычно 12-14 дней показывают. Здесь будет 7, но, тем не менее, совершенно полноформатный со всем тем, что будет. Катерина, тогда вы нам расскажете про программу. Покажу несколько слов, да, про программу. Мы для себя ставим миссией проекта, в первую очередь, это расширение границ содействия развитию культурной жизни Сибири. Для нас очень важно выходить в регионы и делать такие междисциплинарные культурные программы в регионах нашей страны. У территории большой опыт в этом, и мы очень рады и благодарим Красноярск за приглашение. Территория пройдет в Красноярске впервые. С собой будет представлять недельную программу, как Виктория уже сказала, внутри которой будут представлены лучшие российские постановки, как московские, так и региональные. Мы говорим, если о регионах, то это, собственно говоря, победители конкурса «Поле золотой сезон». Два спектакля победителя будут показаны в Красноярске и будут открывать фестиваль. А также мы приглашаем несколько замечательных российских театров. И благодарны, что в сентябре, в начале сезона, в такое достаточно очень насыщенное время для начала работ всех театров в России, они отозвались и с большим удовольствием приедут в Красноярске для того, чтобы принять участие в нашем фестивале. В первую очередь нужно сказать о том, что программа мультижанровая и сбалансированная. Мы представляем разные виды современного театра, как танец, как драма, как те проекты на стыке жанров, о которых Виктория уже упомянула, которые находятся в каком-то междисциплинарном пространстве. И мы как фестиваль современного искусства поддерживаем и интересуемся такими проектами. Я бы хотела коротко рассказать о программе. В первую очередь хотела бы сказать, что нашей штаб-квартирой выступит Красноярский театр юного зрителя. И мы очень рады этому событию, что ТЮС во главе с художественным руководителем Романом Феодори восприняли с большим интересом проведение фестиваля в Красноярске и радостно приняли нас на своей площадке. Но фестиваль будет проходить и в музеях, и в других театрах вашего прекрасного города. Красноярский город очень театральный, с большой театральной традицией, с потрясающими результатами, которые отмечаются ежегодно, золотой маской и другими театральными премиями. Поэтому наша арт-дирекция, во главе которой наш художественный руководитель Евгений Витальевич Миронов и два арт-директора, которые занимаются плотно этой программой, это Роман Должанский и Василий Церетели, программы и проекты в Красноярске, я имею в виду, уделили особое внимание тому, чтобы красноярской публике было интересно прийти на этот фестиваль и познакомиться с постановками абсолютно разных жанров. и разных направлений, отражающих актуальность и современность того, что происходит сегодня в Российском театре. Мы, помимо двух спектаклей, как мы сказали, победителей, которые мы узнаем в июне месяце, значит, мы приглашаем в Красноярск балет «Москва», который представит свой спектакль «Кафе Идиот», лауреат «Золотой маски» и серьезное высказывание в современном танце. Помимо этого, мы представим новую премьеру «Центра Мирхольда» в постановке Виктора Рыжакова «Солнечная линия». Это текст Иванова Рыпаева, современного, востребованного, актуального драматурга. В главных ролях в этом спектакле-дуэте сыграют Юлия Пересильд и Андрей Бурковский. Мы планируем также пригласить спектакль «Мастерской Брусникина» молодого активного коллектива, который сейчас в Москве является, так сказать, топ-10 среди тех театров, театральных компаний. Занимающих сегодня важное место в театральном ландшафте и московском, и российском. Они очень много ездят и много интересных проектов и спектаклей делают на основе техники выработки документального театра о нашей стране. Мы же покажем спектакль «До и после». Это трогательная, такая очень камерная, потрясающая история о ветеранах сцены театра и кино. И мы сделали этот проект совместно с фондом артисток, фонд поддержки ветеранов сцены, который возглавляет Евгений Миронов. Это спектакль в формате документального театра. Очень модное сейчас движение, которым занимаются все театры, московские и не только. Вот по технике вербатима они брали, студенты Брусникины брали интервью у тех представителей советского театра и кино, которые прожили целую творческую жизнь и делились своим опытом и личным, и профессиональным. И они рассказывают их истории. Это «До и после» в постановке Дмитрия Брусникина. Театр взаимных действий. Это интереснейший проект, который сейчас номинирован и на «Золотую маску», и на государственную премию «Инновация» художника Ксении Перетрухиной и группы современных художников. Называется «Музей инопланетных действий». Собственно говоря, это спектакль-экскурсия, основанная тоже на некоторых документальных событиях о том, как в советское время высадились инопланетяне в одной станице. И изучая документальные факты, художники дали свою интерпретацию на эту тему. Проект очень интересный, это спектакль, зритель находится в постоянном движении и практически путешествует по музею, изучая художественные высказывания по этому вопросу. Что же касается большой форумы, важно сказать, что фестиваль «Территория в Москве» базируется и в нашей штаб-квартире является «Театр нации». И, собственно говоря, этот фестиваль в 2006 году в Москве впервые произошел на базе «Театра нации». И поэтому для нас невероятно важно представить «Театр нации» в Красноярске. И последняя премьера нашего театра «Штаб-квартиры» в Москве в постановке Марата Гацалова, спектакль «Дыхание», пьеса Дункана Макмиллана, которая сейчас ставится с большим успехом во всех европейских и английских театрах и очень востребованный текст. Это премьера этого сезона. И тоже спектакль-дуэт, у нас просто спектакль «Дуэт за дуэтом». У нас такая интересная форма, так сложилась. Это интересное высказывание на тему экологии, то есть везде есть какая-то параллельная тема, но на самом деле это история двух современных людей. Это может произойти в Красноярске, в Берлине или в Москве. И тема экологии, через призму темы экологии, это всё перерассматриваться темой их личной жизни и абсолютно житейские нам всем понятные проблемы и чувства. Собственно говоря, ну по... А, ещё я бы хотела сказать об одном проекте, который будет, мне кажется, тоже очень интересен для Красноярска. Это называется «В гостях Европа». Спектакль немецкой команды группы «Римни Протокол». Это новаторы, лидеры в области документального театра, когда зритель становится непосредственно участником, актёром и созерцателем одновременно. «В гостях Европы» — это спектакль, который пройдёт в десяти жилых квартирах у жителей Красноярска. То есть площадкой будет каждый раз разная квартира, и хозяин, собственно говоря, этой квартиры будет принимать 15 гостей, тех, кто, собственно говоря, людей, которые хотят пойти на спектакль, покупать билеты и за сутки до спектакля узнавать адрес, по которому он должен прийти, садиться за... прийти в гости, сесть за большой стол, и дальше, собственно говоря, будет разворачиваться двухчасовое действие, в котором это спектакль «Игра», мы его так называем, он, собственно говоря, номинирован сейчас на «Золотую маску» в номинации «Эксперимент», и 15 апреля, собственно говоря, будет объявлен результат «Золотой маски». Мы очень надеемся и держим всяческие кулачки за то, чтобы пройти в этой номинации. Но то, что экспертный совет, в принципе, отметил эту форму и эту работу, это для нас тоже большая радость. И мы бы хотели, собственно говоря, поделиться с ней с этим спектаклем такого интереснейшего формата с Красноярском. Спектакль идёт в Москве, мы играем его ежемесячно. Мы показали его в Екатеринбурге в рамках проекта «Территория Ельцин-центра». И мы были уже в Санкт-Петербурге, и мы видим, что у других городов, нежели чем у Москвы, большой интерес, и очень бы хотели презентовать его, собственно говоря, здесь, в Красноярске. Поэтому помимо театральных площадок территорию будет задействовать ещё и таким образом город, и делать спектакль в жилых квартирах. Ну, мне кажется, что... Да, ещё, мне кажется, важно сказать, что мы сейчас плотно работаем в переговорном процессе с Красноярским театром оперы и балета, и у нас есть идея закрытия фестиваля сделать в виде совместного проекта фестиваль «Территория», Красноярского оперного театра и большого театра... с солистами Большого театра России для того, чтобы... А мы, извини, Гелико, я... А для того, чтобы... Нет. Это ещё дополнительно, да? Вот, для того, чтобы сделать такой акцент на современной и классической музыке с участием современных видеохудожников. Это, так как фестиваль беждисциплинарный, мультижанровый, нам это близко и интересно, но, собственно говоря, хотелось бы сделать это совместно с вашим прекрасным оперным театром, и мы надеемся, что у нас это получится. Спасибо. Женя Мамин, приорителю Василу за свои части в фестивале Роскочили. Да, мы как музей уже шесть лет вместе с фестивалем сотрудничаем и проводим совместные проекты в Москве, и очень рады, что второй раз нас позвали уже теперь за пределы столицы, и рады участвовать в этом фестивале в Красноярске. Мы, основываясь вот на прошлом опыте Магадана, когда выставка Шухаева в том числе состояла в первую очередь, базировалась на коллекции нашего музея, потому что у нас большое количество работ Шухаева находится в нашем собрании, они стали основой выставки в Магадане. Мы решили продолжить знакомство регионов с нашей коллекцией, вот, и выставка, которую мы представим здесь, выставка, естественно, переходит за границы фестиваля, она продолжится уже после вот этой интенсивной недели и станет, ну, будет проходить в городе еще, я думаю, минимум где-то месяца два, полтора месяца два. Вот сейчас будем решать как раз продолжительность. Выставка также будет основана на нашей коллекции. Выставка с таким пока рабочим названием XX века, избранная из коллекции Московского музея современного искусства, призвана познакомить зрителя как раз со всеми направлениями, жанрами, видами искусства XX века, российского искусства XX века. Наша коллекция насчитывает более 15 тысяч единиц хранения и является уже таким неким показателем, по которому ну, некой базовой единицей, которая позволяет сделать выставку об истории российского искусства XX века, то есть от авангарда, представляя такие знаковые имена, как Малевич, Экстер, Бурлюк, известные очень все фамилии, до искусства уже современности. Таких авторов, как Айдан Салахов, Павел Попперштейн и так далее. Так как выставка будет носить скорее такой характер образовательный, мы хотим, чтобы она была дополнена параллельной программой, которая как раз будет интенсивно проходить в эту неделю фестиваля и дополнить ее лекциями, дискуссиями, специальными программами детскими и семейными по выставке, чтобы таким образом помочь зрителю через общение еще лучше понять историю российского искусства XX века. Спасибо большое. Коллеги, мы тогда переходим, наверное, к вопросам к нашим гостям. Пожалуйста, только представляете, где-то у вас информация где-то, 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 где-то. А там есть у вас в пресс-релизе контакт нашего пиар-директора и ее почта, можно написать, что вы бы хотели. Нет, ее бы простым смертным. Да, да, простым смертным. А мы объявим это обязательно отдельно, да. Потому что сейчас еще у людей могут измениться обстоятельства. Это будет происходить где-то за полтора месяца до фестиваля. То есть в июле мы объявим open call, и все, кто захотят, смогут принять участие в этом. Ну, я так понимаю, если 15 человек в гости позвать, то есть какие-то параллельные квартиры должны быть? История следующая, что этот спектакль, это франшиза, ну, можно так выразиться, да, был придуман и премьер произошла в Берлине. В Берлине у людей квартиры небольшие. Как мы знаем, в Европе как бы вообще с этим, с форматом достаточно ограниченное количество квадратных метров отводится каждому человеку. В связи с этим, в принципе, придумана такая схема, что у тебя должна быть комната, в которую мы привезем столы, стулья, и мы полностью обеспечиваем все, что необходимо для игры и спектакля. Я хочу сказать, что в Москве спектакль играется и в хрущевках, с малогабаритных квартир, где там 33 квадратных метра, есть одна комната. Если у людей есть возможность поставить стол, мы всегда делаем предварительные технические визиты для того, чтобы понять, насколько квартира удобно находится, и по параметрам соответствует всему, чтобы мы могли спектакль технически обеспечить. Но, в принципе, проект очень независимый от того, что у вас вообще в квартире происходит. То есть все, что касается декораций, столов, стульев, расстилается огромная карта Европы и уже благодаря нам России, потому что в гостях Европы, раньше это была карта Европы, на которой, собственно говоря, во время спектакля зрители пишут свои имена, отмечают теляные города, где у них что-то произошло. Не буду открывать всех, так сказать, секретов. Но, в общем, они работают на огромной карте Европы, а благодаря тому, что проект это сделан на российской версии, была в свое время в фестивальном территории, и мы уже съездили и на Урал, то у нас это карта Европы и России, и это мы все берем на себя, и поэтому это может произойти в любых, в принципе, условиях. Главное, чтобы было желание, и в нашей инструкции, которая Римни протокол нам была передана, когда мы заключали с ним договор, на спектакле написана очень важная вещь, что квартиры не должны быть арендованными нами, что это абсолютная должна быть инициатива человека, чтобы театр пришел к нему в дом. И они так и позиционируют, что если вам надоело ходить в театр, с точки зрения того, что вы устали, то театр придет к вам в дом. Спасибо большое за вопрос. Можно я спрошу про обучение экскурсоводов? Выставка современного искусства, вы приезжаете со своими экскурсоводами или вы наши будете как-то? Ну, смотрите, нам было бы интересно, конечно, привести свою команду, которая здесь взаимодействовала бы с местными экскурсоводами, передавала бы какие-то определенные знания, да, и на конкретном примере этой выставки обучала, как проводить туры для зрителя. Я думаю, что мы как-то попытаемся это перевести именно в такой формат, чтобы передавать какие-то определенные знания и опыт. Ну, то есть воспитать экскурсоводов из тех, кто готов, кто интересует. Думаю, здесь тоже есть на это спрос, и я думаю, люди будут рады очень включиться. Пожалуйста, следующий вы хотели доспросить. Да, коллеги, действительно, совершенно верно. У нас будет в этом году, мы решили, что, так как, скажем так, аудитория в Красноярске, которая хотела бы посетить эти спектакли, существенно шире, например, чем она была в Магадане, не надо забывать, что разница в, скажем так, в масштабе и в городе в 10 раз, в Магадане живет всего 100 тысяч человек, Красноярск город-миллионник, поэтому понятно совершенно, что это востребовано. Поэтому мы квоту для сотрудников полюса, то есть тех приглашений, которые будут для наших сотрудников распространяться и для наших гостей, делаем минимально где-то на уровне примерно 30% от всех билетов. Все остальное, две трети билетов мы пускаем в свободную продажу, то есть можно будет все это купить в зависимости от площадок, с которыми мы будем разговаривать. Но так как основная площадка это у нас ТЮЗ, то, соответственно, в кассах ТЮЗа можно будет чуть ближе к делу приобрести билеты. Цены, мы договорились с коллегами, будут именно красноярские, то есть это не политика, просто у нас сейчас активно в Москве идут спектакли «Золотой маски», должна вам сказать, что ценник на спектакле «Золотой маски» такой, что даже москвичи в задумчивости смотрят на эти билеты и понимают, что вряд ли у московских зрителей есть возможность прийти. Здесь наша задача, я бы сказала, диаметрально противоположная, а именно просто дать возможность красноярцам побывать на всех этих... Поэтому цены будут абсолютно стандартные, средние красноярские, то есть именно вариант «средние» — это ключевой момент, чтобы у всех была возможность это купить. Дело в том, что в квоту приглашения «Полюса» будут входить ещё участники фестиваля. Это вот как раз представители наших региональных театров и тех театров, которые подадут заявки. Ну, понятно совершенно, что для них будет бесплатно, все остальные смогут совершенно спокойно. Если никто не работает в «Полюсе» и нет возможности выцегнить приглашение, то на самом деле, безусловно, мы будем для жителей эти билеты делать в свободном доступе, ну и, безусловно, у нас будет обязательно квота для СМИ, поэтому мы на самом деле на все мероприятия коллег из прессы приглашаем, порядок аккредитации, коллег из «Полюс» Красноярска где-нибудь там за месяц примерно пришлют, чтобы была возможность всем представителям СМИ, вот ровно столько, сколько захочется прийти, поснимать и где-то поучаствовать, о чём-то потом написать, обязательно будет возможность тоже. Сергей, вы же новости. К слову о сроках, когда будет известная опубликованная программа подробная, и когда можно будет начать покупать? Значит, программу мы опубликуем одновременно с публикацией релиза именно 30-го числа, потому что афиша готова. То есть можно будет примерно посмотреть и, что называется, прицелиться к тому... Сохранить себе день. Да, сохранить себе день и наметить, на что хотелось бы сходить. Это первый момент. А второй момент – сама продажа билетов. Мы думаем, что месяца за два, наверное. Я думаю, что это будет самое правильное, потому что это середина сентября, все уже вернутся в любом случае к началу, скажем так, после больших летних каникул, связанных с учёбой, с летними отпусками и так далее, все вернутся. Я думаю, что мы где-нибудь, наверное, с конца июня, как только у нас станут известны ещё и победители на «Полюс золотой сезон», чтобы было ясно, на какие первые два спектакля можно будет покупать билеты, мы откроем продажу билетов. Вы знаете, на самом деле в Красноярске есть институт искусств. Мы очень надеемся, что… Дело в том, что наша сегодняшняя пресс-конференция открывает для нас, а именно для территории «Полюса» и «Момы», фактически двухдневный технический визит. Мы как раз вот сейчас закончим пресс-конференцию и поедем разговаривать с нашими площадками, потому что, что называется, безоговорочное «да» у нас пока есть только от Тюза и от Романа Феодори, с которым территория давнишние друзья, и поэтому он так изначально, скажем так, решил стать домом территории в Красноярске. Два дня мы сейчас будем разговаривать с площадками, определяться со всеми, кроме квартир, с чем будет немножко позже. Будем разговаривать и с театральными площадками, и с выставочными площадками относительно того, где это всё будет. Поэтому мы надеемся, что вот уже как раз 30-го числа, когда мы будем рассылать пресс-релиз и когда у нас будет афиша, мы сможем большую часть площадок уже совершенно точно зафиксировать, чтобы все понимали, что и где. И в процессе этого нашего технического визита мы собираемся встречаться с Институтом искусств. Дело в том, что в Магадане с нами работал колледж искусств, ребята-волонтёры работали на проекте. Я думаю, что на самом деле мы решим это после встречи. Если мы поймём, что студенты Института искусств полностью закрывают, что называется, наши организационные потребности в волонтёрах, я думаю, что вот, наверное, тогда это будет оптимально. Если мы поймём, что, скажем так, отклик и желание немножко поработать волонтёром на этом фестивале не такое большое, как и нам надо было бы, я думаю, что мы тогда на сайте, у территории отработанный совершенно приём из регистрации на мастер-классы. Вот, я поняла, что мы забыли рассказать. Про образовательную программу. Да, про образовательную программу. Дело в том, что неделю помимо всей той творческой, художественной и театральной программы, ещё будет неделя образовательной программы. Это будут мастер-классы от ведущих режиссёров, театроведов, критиков, управленцев театра или театральных менеджеров. Это будет направлено на тех людей, которые театром занимаются профессионально, но регистрация на все эти мастер-классы, вот она как раз будет открытой на сайте территории и будет возможность попасть туда, ну, в зависимости просто от тематики и интереса своего, не только для участников фестиваля «Поле золотой сезон», которые приедут как раз в том числе и учиться, вот, но и для всех желающих и жителей города, для тех, кто интересуется, соответственно, для представителей красноярских театров, красноярских музеев, ну и тех, кому, скажем так, современное искусство близко и интересно и желание, что называется, пообщаться больше. Да, я хочу просто ещё добавить, что территория проводит такую образовательную программу по такой модели в Москве, и, собственно говоря, мы делаем объявление в июне, и каждый со всей России мы собираем анкеты, порядка 500-600 анкет ежегодно к нам приходят, и 50 человек приезжают на благотворительную образовательную программу в городе Москва, смотрят все спектакли и в таком же режиме с утра до вечера занимаются с ведущими мастерами, педагогами, деятелями современного искусства и актуального театра. Поэтому у нас с Красноярском и с молодёжью в Красноярске достаточно интересные взаимоотношения давние, потому что из Красноярска приходят ежегодно потрясающие анкеты, и к нам ежегодно в Москву приезжают из Красноярска ребята. Поэтому у нас уже есть свои амбассадоры территории, и мы надеемся, что вот, например, тот же спектакль в гостях Европы нам помогут студенты Института искусства, и те ребята, которые прошли уже не студенты, а выпустившиеся, которые прошли стажировку территории, и нас уже знают хорошо, провести в городе, и также собрать волонтёрское движение, помочь нам с администрированием фестиваля. — Территория фест.ру — это наш сайт, и, собственно говоря, на нём будет объявлена в пятницу 30 марта вся программа и вся информация про то, каким образом можно попасть на мастер-класс, когда будет открыта регистрация, и каким образом можно стать волонтёром и стать членом команды фестиваля территории. — Да, с точки зрения ресурсов есть ещё, как минимум, сайт Полюса, где есть ссылка на страницу «Полюс. Золотой сезон». Там тоже с 30-го числа будет всё рассказано подробно для театров, для потенциальных участников конкурса. Соответственно, если вы понимаете, что с контактами, что называется, совсем сложно, есть аккаунты Полюса в Facebook и ВКонтакте, можно написать через них, и мы радостно перенаправим запросы, чем мы обычно и занимаемся, к тем, кто сможет дать ответы на эти вопросы. Поэтому мы будем задействовать, как вы понимаете, и интернет-площадки, и площадки в соцсетях, безусловно, потому что у «Полюс. Золотой сезон» есть тоже свой аккаунт ВКонтакте. Артём, не помните, в Facebook есть? — В Facebook есть. — Значит, вот тогда есть два ещё сообщества для, что называется, специальных для театра, тоже в соцсетях, поэтому будет возможность совершенно различным образом связаться, не потеряться, понять, когда надо бежать за билетами, когда можно попытаться свою квартиру предоставить для того, чтобы театр пришёл к вам в гости. — Вы знаете, на самом деле мы начинаем от театров принимать заявки на «Полюс. Золотой сезон» после объявления конкурса 30-го числа, конец сбора заявок 1 мая. Первый конкурс «Полюс. Золотой сезон» был направлен на все театры наших регионов присутствия, но в прошлом году мы поняли, что, как ни странно, самым востребованным этот конкурс является даже не для театров, скажем так, практически академических, которые сидят в центрах субъектов федерации, где мы работаем, а для театров малых городов. В прошлом году главными лауреатами от Красноярского края были театры из Лесосибирска и из Шарыпово. Соответственно, Лесосибирский театр показал свой спектакль. В Шарыпово просто спектакль был настолько сложный для вывоза, что вывезти из Шарыпово в Магадан было практически нереально. В этом году, так как у нас конкурс «Территория» проходит в Красноярске, то мы надеемся, что вопрос логистический таким образом практически снимется, потому что до Красноярска долететь, из любой точки доехать, там, фуры, автобусы, железная дорога, есть из любой точки возможность, соответственно, Красноярского края, но и из остальных регионов, как ни странно, прилететь в Красноярск существенно проще, чем было добраться до Магадана. Поэтому театры, в первую очередь, у нас приветствуются из малых городов всех наших четырёх субъектов Федерации. В прошлом году у нас, по-моему, было 16 театров, позапрошлым году из четырёх субъектов Федерации у нас было 23 театра участника конкурса. Каждый год у нас шорт-лист от 6 до 8 театров. В прошлом году таких театров было 8, те, кто приехал участвовать в «Территорию Магадан». Я думаю, что мы эту практику не поменяем. Мы, опять же, от 6 до 8 театров. Наш грантный фонд 6 миллионов рублей будет разделён между всеми победителями для того, чтобы два театра смогли привести спектакли. Остальные приехать поучаствовать, но и получить какой-то небольшой, но часто полезный грант на то, чтобы отремонтировать что-то в театре, сделать декорации для нового спектакля и так далее. Я ещё скажу два слова про экспертный совет. Наверное, тоже интересно, каким образом он сформирован, кто в него входит, кто эти спектакли отбирает. Собственно говоря, полис обеспечивает всю вот эту логистику конкурса. Мы очень благодарны, нам очень приятно на таком уровне работать, потому что заявки подаются быстро, очень быстро обрабатываются, и эксперты получают ссылки на видео. Собственно говоря, в экспертный совет входит, его возглавляет Роман Должанский, театральный критик, обозреватель газеты «Коммерсант», заместитель художественного руководителя Театра нации и арт-директора фестиваля «Территория». Также в этом году в экспертном совете среди наших почётных гостей Глеб Ситковский, это газета «Ведомости» и эксперт «Золотой маски», в общем, и человек, который хорошо знает и Красноярский край, и Иркутскую область в точке зрения того, что происходит в сегодняшнем контексте, и в первую очередь в малых городах, и Елена Смородинова, театральный критик, молодое поколение прекрасных театроведов, которые тоже очень много ездят по стране и участвуют в различных, как эксперт-конкурсах, и читают лекции про современный театр, и Илья Кухаренко, эксперт «Золотой маски» музыкального театра. Собственно говоря, такой состав из четырёх человек, наших экспертов, которые отсматривают все эти видео, обсуждают и формируют шорт-лист, и выявляют победителей. Но всё это происходит, как совершенно верно Виктория сказала, в привязке к тому, собственно говоря, экономике проведения гастролей, к вывозу спектакля. Мы прошли большую школу с коллегами, разбирая заявки Магадана, поэтому каждая заявка готовится с предварительной сметой, и мы с каждым театром работаем, не просто не получаем видеоспектакли, а работаем сразу над экономикой, задаем им вопросы, формируем бюджет вывоза на гастроли. То есть, на самом деле, в данном случае надо понимать, что наша задача была изначально проводить не просто конкурс-конкурс, все прекрасно понимают, что в современных условиях для театра слово «экономика», как бы она на самом деле театральных деятелей не пугала, но все прекрасно понимают, что без этого ни гастроли, ни развитие театра невозможно. И поэтому, на самом деле, коллеги из территории фактически помогают чему-то научить, в том числе театры, которые должны понимать, что даже получение тех же грантов – это всегда определенная подготовка, определенная работа, это когда ты можешь посмотреть на свой проект именно с точки зрения гастрольного продукта. То есть ты понимаешь, что ты представляешь не просто какую-то красивую некую вещь в себе, а ты понимаешь, что ты хочешь ее вывести и показать, а это уже сразу означает определенные навыки именно управления театральным делом. И поэтому, на самом деле, это в том числе тоже часть образовательной программы, которая у нас есть, потому что там есть, как я уже говорила, обязательно мастер-классы по театральному делу, потому что, на самом деле, фактически эксперты территории, приглашенные эксперты и преподаватели, помогают театрам понять, как формировать свою репертуарную политику, как, что называется, формировать гастрольную политику, как, опять же, скажем так, продавать свой продукт, чтобы вы купили, пригласили на гастроли, как получать для этого средства и так далее. То есть, на самом деле, очень актуальные вопросы, в том числе и для театров малых городов, которые сталкиваются с тем, что, скажем так, аудитория своя в маленьком городе уже окучена, все уже видели премьеры и все, но хочется, на самом деле, для театра это важно, открыть для себя нового зрителя, и причем часто там за пределами своего региона. И для того, чтобы открыть этого нового зрителя, нужны определенные навыки, ну, в том числе, в получении гранта на то, чтобы ты мог поехать. Коллеги, ну тогда, если что, дополнительные вопросы, что называется, по почте. У нас с вами есть еще пара дней на то, чтобы, что называется, дополнительно что-то написать. Да, соответственно, 30-го числа пресс-релиз подробно с программы и афишу мероприятия мы пришлем. И, как я уже сказала, надеюсь, что к пятнице мы уже точно будем знать, где МОМА проведет свою выставку, избранную 20-й век, из коллекции Московского музея современного искусства. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Спасибо. Спасибо. Если есть желание с кем-то пообщаться в дополнительном, то мы вам подпишем. Мы просто все рассказали, ничего не узнали. Спасибо.